Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Осенью мы с Олей ходили в какой-то, короче, парк, или как он называется. В общем, я там купался в холодной, я бы сказал, даже ледяной воде. Сегодня мы решили это повторить, правда на улице уже намного теплее. Сегодня я это буду повторять не сам, сегодня Оля вызвалась со мной купаться. В общем, я там взял в рюкзак Олин купальник, полотенце и себе сменные труханы. Сейчас мы идем по парку. Идем мы куда? На фуникулер, да? На фуникулере сейчас будет у нас такой экстримчик. В общем, проедемся мы в ботанический сад, кажется, называется. У нас есть такой ручеек, и в нем плавает форель. И ты можешь взять просто удочку и вот ловить, короче, форель, но забрать ее не можешь. Ее нужно покупать, там что-то 150, кажется, гривен, да? За каждый килограмм. Ну, можно не покупать, просто выпустить обратно. Я прям на ходу вломился. Это похоже, как мы, короче... Это похоже, как мы с Максом на трейнхопе катались. Мы на ходу, короче, на поезд запрыгивали. Ты видела это видео, как мы на ходу запрыгивали? Видела я это видео. Видела. Кстати, если вот вам интересно, и вы не видели Олюну реакцию на то страшное видео, то где-то тут, короче, выскочит подсказочка, и там сможете увидеть. Все, ребята, мы уже... О, а без окошка. Без окошка, как ты хотела. Ой, сумка упала. Сумка упала. А бы мы сейчас не поваливались. Да, тут ползунки. Фу, классно. Я вообще, знаешь, вот по всему городу сделал бы такие фуникулеры. Вот, чтобы ни метро, ни маршрутки, ни какие-то не были. А вот именно везде только фуникулеры. Это же так прикольно. Да, только долго, наверное. Да, плевать, плевать. Зато красиво. Зато красиво. Смотри туда. Прикольно, да? Они такие цветные. Сколько нам ехать? Минут 15, наверное. 15 минут так ехать? Ну, ты же хотел по всему городу. В общем, стоит такое удовольствие 30 гривен. Я думаю, это недорого, потому что мы на колесе катались. Сколько колесо? 40 гривен? 40, да. Ну, 40 тоже, конечно, недорого, но вот сравнительно с колесом я бы выбрал бы, наверное, покататься лучше на фуникулере. Вот мы едем над парком. Как этот парк? Парк Горького называется? Парк Горького. Все парки Горького, наверное, называются. Гагарином. На свете. А, все парки либо Гагарина, либо Горького. Кто такой вообще Горький? Максим Горький. Кто это такой? Писать этого. Я, короче, да. Я пробел в литературе чуть-чуть. Ну, художественно именно так-то. Я не пробел в литературе. Просто художественно не люблю читать. Смотрите, ребят, вот Харьковский парк Горького. Какой он красивый. А вот тут. Отсюда, короче, не супер везет. Ой, тут тоже. Тут с другой стороны нам кабинки едут. Это нас, короче, эта штука довезет только в одну сторону. Если мы захотим опять вернуться сюда, то нам нужно будет там еще раз 30 гривен с каждого заплатить. Короче, ребят, смотрите. Ну, парк очень сильно зеленый. Его плохо видно. Хотя я уже вам неоднократно его показывал. Кто с Харькова, тот знает. Какой тут топовый парк. Такое впечатление, что знаешь, в другую страну где-то приехал. Может, где-то вот не в русскоязычной стране напались. Пока мы ехали на фуникулёре. Я в историю сделал фотографию в инстаграм. Короче, приезжаю тут, ребята. Вот уже увидели публикацию и нашли меня. Ну что, давайте фоткаться будем. Я в шоке. Я, короче, в историю очень редко что-то в инстаграме публикую. Но тут опубликовал и бац, нашли, короче, меня. У меня есть знакомый Андрей Возный. Кто-то из вас его помнит. Это такой руфер. Тот, короче, постоянно. Каждых пять минут, наверное, всё в историю кидает. Мне кажется, если я так делал, то у меня проходу нигде не было. Как много её здесь? Больше рыбы, чем воды. Я надеюсь, видно, короче. Здесь, как Оля говорит, больше рыбы, чем воды. Здесь, мне кажется, закинуть удочку, и она через пять секунд уже начнёт своими, короче, этими губёнками за крючок цепляться. Да, специально написали рыбу не кормить, чтобы она потом на маленький кусочек хлеба клевала, наверное, за секунду. Ага, то есть они их тут морят голодом, для того, чтобы кто-то хлебушка кусочек кидает, сразу вытягиваешь. В общем, вот тут, походу, короче, выдают удочки. Да, о, уже подорожало. А что, сколько стоит? 170. 170 за килограмм? Да. Рыба круглый год. Цена 170 гривен килограмм ежедневно. Поймана рыба возврату в озеро тоже не подлежит. Она не выживает. Ничего себе, нельзя будет выпустить. Короче, надо смотреть, сколько у нас налички есть, потому что всю рыбу придётся нам купить, которую мы словим. Взяли мы, тесто мы не взяли. Блин, давай возьмём. Вот эту штуку чёрную брать? Нет. Да, брать эту чёрную штуку. На козьи какашки похожи. Да, точно, только они, ну, немножко светлее. А, я понял. Да, вот это просто засохли какашки. Вот такую какашку раз, и всё. Это сильно большая, наверное, или такая нормальная? Нет, это нормальная, да. Нет, это нормальная. Нормальная? Окей, всё, бери, Оля, пошли. Сейчас будем на какашки ловить рыбу. Покажи эти какашки ещё раз. Нацепил я на вот такой крючок вот такой кусочек какашки. Оля тоже. Чё, забрасывай? Так. Ай, разбежалась. Ну чё, смотрим? Я уже словила? Не знаю. Нет. Ну ты рыбачка. Ты же рассказывала, ты любишь ловить рыбу. А что такое? Я, короче, ну, честно, я не рыбак, я рыбу не особо люблю ловить. Ещё раз. Ну сейчас, короче, поснимаем, как Оля будет ловить. А потом попробую её. Как говорилось в одной сказке, ловись рыбка, большая и маленькая. Так. Та-дам. Ну всё, бери свой улов. Сюда, в ведра надо. Не, надо, чтобы ты её сняла. Надо своё ведро. Давай, чтобы она не вылетела сейчас. Осторожно. Да возьми её рукой нормально. Бери. Папа, поснили же. Я не знаю, как её за поджабры надо брать. Я не знаю, как её за поджабры надо брать. Поджабры бери. Нормально. Я хоть не рыбак, но это. Разберусь, наверное. А я что, рыбак? Давай я буду вынимать. Подожди, она дёргается. Всё, вытянул. Снимай её крупным планом. Ну всё, как там твой папа любит фоткаться? Держи. Папе скинем. Передай папе привет. Он смотрит же наши видео. Папа, привет. Ну всё, вся в папу. Бросай. Надо хоть мне что-то поймать, а то стыдно будет. Всё, я уже не буду ловить. Чтоб мне не так стыдно было, а чтоб я поймал что-то 100%. Давай, ты лови. Всё, Оля мне нацепила такую счастливую какашечку. Сейчас на неё будем ловить. Хорошо, снимай. Давай, давай. Втяни. Да. Ушла. В смысле? Прямо вот она. И что, её достать уже нельзя? Заново надо. А как? Давайте ещё. А чё она сорвалась? Я же её вытянул, по воде вёл. Плохо, наверное, подцепилась. Да. Не расстраивайся, дольше половишь. Давай ты нацепишь, ты когда цепляешь, у меня везучие получаются. Рыба вообще очень тупая. Только что вот её братья видели, как там кого-то поймали. И сейчас всё равно будет клевать. Снимай свою эту, красавицу. Она хочет уйти. Ты живодёрка, ты вон рыбу, короче, в ведро засадил. Давай-давай. Давай. Вот так тянуть надо? Да, давай сюда к дереву. Не волочи её по земле. Ну всё, давай. Всё, рыбка в клетке. Ай-яй-яй. Сидеть. Смотрите, короче, как мы её разодрали рот. Открой ротяку. Жалко рыбку, конечно. Смотри, короче, у неё кровушка идёт. Ужас. Всё равно её сейчас убьют. Да, её сейчас убьют, у неё крови будет ещё больше. В общем, это рыба, она для этого и создана, чтобы... Чтобы её ели. Чтобы её ели. Всё. Вот наш улов. Моя больше? Да, твоя больше, короче, чем моя. Но я не знаю ещё та, которая у меня сорвалась, насколько она большая. У меня тоже одна сорвалась. Чё, хватит нам на ужин сегодня? Да, хватит. Всё. Идём, короче, чтобы нам её выпотрошили. Выпотрошили, ребята, нам нашу рыбку. Покажи, кулёк наш. Мы, в общем, саму рыбу показывать вам не будем. Мы её уже покажем, когда она будет приготовленная дома. Сейчас я что-то не знаю, уже передумал купаться. Ты хочешь купаться ещё? Ну, у меня жарковато, но по себе осмотрим. Ну, мне тоже жарковато, но, честно, я чуть не горю желанием купаться. Я уверен, что все вы знаете, какая ситуация сейчас обстоит в Украине с социальными сетями. Я конкретно там ВКонтакте. В общем, в одноклассниках я не сижу. Значит, ВКонтакте, ну, там, Mail.ru, Яндекс. Я, в общем, этим всем не пользуюсь. Правда, рабочая почта у меня на Mail.ru. Немножко неудобно сидеть. В общем, когда вот эта новость прошла, что так-то так-то сделают, я думал, ну, проблем не будет. Буду там Tor-браузером пользоваться, VPN-ом, всё такое. Вообще, знаете, в последнее время я ВКонтакте мало стал сидеть. Мне очень понравилось, кстати, даже у Павла Дурова на стенке написано что-то. Вот, социальные сети остались в прошлом. То есть, ну, смысл вот действительно простым людям публиковать в сеть свои фотки и распространять какую-то информацию о себе. Я, например, общаюсь только со знакомыми. И если бы я не был блогером, то, наверное, я бы уже удалил бы ВКонтакте. Хотя, не, наверное, не удалил бы, просто, ну, не заходил бы туда. Сейчас я, конечно же, туда захожу, потому что у меня есть подписчики, они мне что-то пишут в комментариях, я это читаю. У меня есть там группа ВКонтакте. Ссылочка, кстати, на группу в описании. И вот, короче, как-то последнее время с этим VPN-ом очень неудобно стало туда заходить. Всё так тупит, тормозит. Кажется, как будто ты попал где-то в 2006 год, когда вот странички в интернете долго так обновлялись. И, короче, как-то я стал ещё меньше туда заходить. И вспомнил, что у меня есть Facebook. В общем, навязывали мне, считай, этим Facebook-ом пользоваться. И вот получается, что сейчас мне проще действительно заходить в Facebook, потому что там хотя бы ничего у меня не тупит. Поэтому, ребятки, если вам интересно, можете на мою страничку в Facebook подписываться. Ссылка на неё в описании. Там я сейчас буду чаще. Там у меня есть какая-то... Я ещё не разобрался, как вести там группу. В общем, если вы активный пользователь Facebook, то там, короче, у меня на страничке в Facebook есть ссылка на мою группу в Facebook. В общем, мне нужны там модераторы, администраторы, кто разбирается, как это всё вести, потому что я от Facebook пока что далёк. Ну, короче, да. Получается, там меня можно будет чаще увидеть. Хотя в ВК тоже буду заходить. Обязательно, чтобы там публиковать свои видосики. Иногда что-то писать. И как-то так. В общем, такая вот в конце этого видео новость. Если вам это видео понравилось, ставьте большой палец вверх. Напишите в комментариях, интересно ли вам будет, если мы ещё где-то с Олей порыбачим. Только уже не так вот, как сейчас, а по-настоящему где-то там на речке, что-то такое. Ну, что, ну, честно, я не сильно люблю рыбачить, но Оля вроде любит. Хотя, если пойти в какое-то место, где нормально так ловится рыба, то можно было половить. В общем, пишите комментарии. Мы с Олей все комментарии читаем.